Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. В Европе в последнее время ситуация критическим образом меняется, то, что еще вчера считалось немыслимым, сегодня вполне себе становится реальностью, например, присваивание российских денег и объектов энергетики. На этот раз в спор вступили компании из Финляндии и Швеции за оборудование, которое предназначено Россией. Суть проблемы заключается в следующем. Финская компания Fortum наняла суподрядчика из Швеции фирму Vestas на поставку оборудования для ветряных электростанций в России, но, как водится в Европе, они деньги получили, а работу делать не хотят. Якобы соображения им не позволяют. Я понимаю, что в некоторых случаях выгодно воспользоваться возобновляемыми источниками энергии, например, на удаленных объектах, поэтому услуги финской компании Fortum были востребованы в России, они работают в нашей стране с 2018 года. Российское отделение финской компании успело нарастить за это время более 1 квт, то есть они за свои деньги строили энергостанции, получая в том числе некоторое финансирование от российских коллег и получают прибыли от этих объектов. Когда в Европе начали оказывать экономическое давление, сотрудничество в сфере энергетики с нашей страной было приостановлено и так получилось, что шведская компания Vestas получила 200 миллионов евро за 50 ветряных турбин, а отдавать их не захотела. Ситуация интересна тем, что контракт был оформлен еще до начала европейского сорвавшегося экономического блицкрига, казалось бы, имеются все основания для выполнения договорных обязательств. Но в Vestas категорически отказываются от своих обязанностей и решили просто присвоить деньги себе. В Европе так часто делают. Я бы не стал надеяться, что стокгольмский арбитраж удовлетворит требования Fortum, касающиеся поставок оборудования в Россию, в шведской Vestas им просто пообещают пару турбин на огород и дело задвинут под сукно. Да вот только финнам в таком случае придется из своего кармана выплачивать деньги российским заказчикам и разбираться тут уже будет басманный суд Москвы. Надеюсь, вы понимаете, что активы финской компании в России просто отберут на данную сумму с учетом процентов и штрафов за просрочку договора. С учетом потерянного времени и прочих обстоятельств сумма может увеличиться вдвое. Конечно, Стокгольме будут максимально затягивать процесс. Чем дольше они будут тянуть с решением, тем больше финской фирме придется платить компенсацию российским компаниям-заказчикам. Поэтому в Финлянде требуют у Швеции как можно скорее вернуть деньги или поставить оборудование, потому что прекрасно понимают, что каждый день просрочки им очень дорого обойдется. В принципе, турбины Швеции тоже не помешают, ведь там за все десятилетия сумели газифицировать лишь 1% домохозяйств, что, конечно, очень низкий и смешной показатель, ведь, например, в России газификация составляет более 72%. Если в Швеции не так хорошо относятся к своему населению, как в России, это же не значит, что они могут присваивать наши деньги. В любом случае, интересно узнать, чем окончится этот спор и сколько в итоге финская компания обязана будет выплатить России. Думаю, что сумма эта будет впечатляющей. Сколько еще иностранные компании потеряют финансовых средств и активов в России, чтобы политики в Европе наконец поняли, что они на самом деле натворили? Ставьте лайк, если бы заставили финскую компанию платить, не дожидаясь решения стокгольмского арбитража. В Германии были не удовлетворены намерением прекратить поставки недорого российского газа после того, как немецкие владельцы присвоили себе дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром Германии». Назвав вновь сформированную компанию «Сефи», там странным образом надеялись на работу прежних контрактов, хотя очевидно, что они больше не имеют юридической силы после преобразования. Немецкие политики не ожидали, что стремление России уйти от прежней схемы снабжения окажется таким стремительным, там явно рассчитывали на медлительность в таких важных экономических вопросах. Но реальность расставила все по своим местам. Швейцарско-нидерландская компания «Трейдер Виттл Смарта» перестала осуществлять торговлю российским сырьем, и исключение составляли оформленные ранее действующие договоры. В Германии были уверены, что отобрав у «Газпрома» немецкий филиал, они сумеют сохранить прежнюю копирацию. «Сефи» хотели вычерпывать из России природный газ по прежней стоимости и продавать в Индию со своей наценкой. Классно, правда? Но в России быстро пресекли подобную деятельность, и с мая компания «Сефи» не может получать газ из Ямала, что было воспринято в Германии совсем без радости. «Виттл» в принципе хотела бы осуществлять трейдерские поставки и зарабатывать на этом, но в России четко дали понять, что по отношению к Германии такие схемы не будут работать. Контракт между индийской компанией и бывшим немецким «Газпромовским» филиалом был до 2041 года. Вы представляете, какая схема оказалась нарушена? 2-5 миллионов тонн российского природного газа в год больше не будет поступать через «Сефи», но трейдерская организация «Виттл» в принципе мало что потеряет, она будет просто обеспечивать доставки в Индию по другому контракту «Газпрома». А вот немецкий филиал в данном случае просто останется в стороне, новый термин отодвижения действительно актуален. Но если в Германии хотят снабжать Индию по прежнему контракту до 2041 года, то им придется поискать другие источники жиженного газа, Россия тут ничем помочь не сможет. Немецкая экономика и так долго развивалась за счет недорогих российских ресурсов, но требования Германии вернуться к прежним условиям остаются неуслышанными и вызывают удивление за рубежом. А теперь самое интересное. В Индии требуют от «Сефи» своими силами обеспечить поставки топлива по прежним контрактам. Представляете ситуацию, в которую попала немецкая компания? Доступ к Емалу для нее перекрыли, а обязательства необходимо выполнять, поэтому спор там будет серьезным и кому-то придется заплатить за решение своей репутации. С мая вновь образованная немецкая компания уже отменила поставки 17-й Т-партии жиженного природного газа в Индию и сегодня спор вышел на дипломатический уровень. В Индии не хотят терять выгодный контракт, цена на природный газ в котором была намного ниже, поэтому их переживания можно понять. «Сефи» в свою очередь требует от «Виттл» возобновления поставок, но как может швейцарско-нидерландская фирма это сделать, если он просто трейдер и перевозчик? Пусть в Германии не трогают эту уважаемую компанию «Виттл» и не запрещают перевозить российское сырье, она помогает России транспортировать газ в разные страны и для них на этом поприще есть очень много работы. Хочется пожелать успехов «Сефи» в вопросах обеспечения недорогим природным газом и индийскую организацию «Гаил Индии» ЛТД до 2041 года, ФРГ отобрали у «Газпрома» его немецкий филиал, поэтому должны были подумать заранее о тех контрактах, которые были ранее оформлены и не забыть их выполнить. За российский счет уже не получается строить свою экономику как прежде и в таких условиях требование выплатить задолженность может выглядеть не совсем хорошо по той причине, что Молдавия стремится в Европу. Поэтому можно было бы это учесть и отнестить с пониманием к тому, что они несколько лет не платили за российский газ и обогащались за счет российской доброты. Просто им деньги сейчас очень нужны на формирование новой ориентированной на Европу элиты и делать это за счет России вполне удобно. Естественно, возможность требовать с них деньги за израсходованные ресурсы удивляет нежеланием войти в положение. Если в «Газпроме» будут постоянно настаивать на оплате газа, который в Молдавии несмотря на договор считали бесплатным, то это серьезным образом мешает распределять полученные финансовые средства между молдавскими компаниями и политиками. Кому это понравится? Россия и так заставила платить почти в два раза больше за то, что в Молдавии несколько лет бесплатно обеспечивали себя электричеством за счет российского газа, но люди и организации платили за электричество и газ как положено. Просто на преобразование нужны деньги и это является доказательством того, что без финансирования такой процесс невозможен. Когда представитель Молдавского ГОС. Предприятие «Энергоком» Александр Слуцарь заявил о том, что в «Газпроме» могут потребовать выплату всего долга в ближайшие месяцы, это не прибавило оптимизма и сильно удивило. Но самое главное. По его мнению, «Газпром» может наложить арест на молдавскую газотранспортную систему. Основную вину за такую ситуацию Слуцарь возлагает на политика с пыну, подписавшего контракт, который предполагает недружественный шаг со стороны тех, кто столько лет бесплатно снабжал газом Молдавию и вместо денег получал лишь обещание о скорой выплате. Долг за несколько лет в определенный момент достиг 709 миллионов долларов, при этом газа было израсходовано всего на 433 миллиона долларов, остальное просто проценты. Нежелание России обеспечивать Молдавию за свой счет ставит вопрос о том, а зачем вообще Молдаве такие договоры, по которым нужно что-то платить. Обязательства перед «Газпромом» о проведении аудита не выполнено. Приглашенные компании из Британии и Норвегии не получили оплату за свою работу, и это тоже вызывает вопросы. Почему Европа не хочет бесплатно делать для Молдавии такую важную работу, ведь в результате на газотранспортную систему может быть наложен арест?